Была бы крыша над головой, остальное приложится, рассуждают по горельце 19-го дома по проспекту Масленникова, наблюдая за его восстановлением после пожара. Строители работают по 12 часов в сутки, под чутким присмотром жителей. Люди с нетерпением ждут окончания работ, чтобы потом приняться за ремонт своих квартир. Квартира, конечно, стены целые, потолок пролило, натяженные потолки у меня были, все порвало, обои там все отклеились. Но мы ничего сейчас не собираемся делать, пока крышу не сделают. Подрядчики обещают восстановить крышу как можно быстрее. Сильный пожар вспыхнул поздно вечером 4 июля. Выгорело больше 1200 квадратных метров. Теперь здесь нужно восстановить стропильную систему, обрешетку и покрытие. А также отремонтировать систему отопления. Люди стараются не мешать строителям и даже подкармливают их пирожками, чтобы работа шла веселее. Сейчас идет по графику, все вовремя, погода нам позволяет. Срок у нас до 15 сентября должны закончиться успеть. Деньги на восстановление дома выделили из резервного фонда чрезвычайных ситуаций. Люди относятся с пониманием и хотят, чтобы все было сделано на совесть. Мне нравится такая позиция жителей. Они становятся хозяевами своего дома и своей ситуации. Они хотят качественной работы, они хотят полной безопасности. И сказали, раз мы уже столько времени ждем, мы будем принимать только качественную работу. И договорились с старшим по дому, с инициативной группой, чтобы каждый вид работ ими принимался и они были в этом уверены. Районы и власти буквально в режиме онлайн контролируют ход работы и встречаются с жителями. Плюс добились того, что деньги, запланированные на капремонт дома, в следующем году пойдут именно на него, а не на восстановление крыши. Последнюю ремонтируют за счет резервного фонда. Кроме того, тяжелая техника повредила асфальт во дворе, а потому администрация Октябрьского района добивается, чтобы в следующем году двор включили в план благоустройства. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.